Теперь нам нужно создать форму обратной связи. Для создания формы обратной связи мы установили плагин VPForce. Вот она вкладка. Кликаем по этой вкладке. Немножко ждем. Здесь кликаем «Новая форма» для создания первой формы. Нам нужно создать две формы. «Консультация» и «Купить за клик». Сюда вводим название формы «Консультация». Далее наводим на «Пустая форма» и кликаем по этой кнопке «Шаблон пустая форма». Ожидаем. Загружается конструктор создания формы. Здесь нам нужно создать два поля. Имя и телефон. Справа вы видите превью окно. То есть это окно, область, в которой отображается текущее состояние. То есть текущий внешний вид создаваемой вами формы. Слева конструктор формы. Для добавления полей нужно кликать по соответствующим кнопкам. Давайте кликнем по имени. Справа сейчас видите отобразилось поле с именем. Для вставки телефона, видите, окошко с телефоном доступно только в Pro-версии, но есть обход. Для добавления телефона кликаем по этому «Строка текста». Теперь нам нужно настроить каждое поле. Для этого вот начала настроим поле «Имя», чуть правее название. Кликаем левой кнопкой мыши. Здесь выбираем формат «Просто», чтобы отображать просто «Имя». Теперь расширены опции. Видите, мы отметили его по умолчанию как обязательное поле к заполнению. Если не хотите его делать обязательным, то галочку с чекбокса снимаете. И в общем, теперь уже так не делается, как вот здесь представлено в таком виде. Видите, это имя, тут как бы подписка лейбл. Теперь лейблы не делают сверху. Сейчас современный дизайн требует, чтобы мы указывали placeholder. То есть текст, находящийся в самом поле, является подсказкой. Но как клиент начинает вводить какую-то информацию в поле, эта подсказка исчезает. Поэтому в поле «Замещающий текст» нужно продублировать название поля «Имя» и вот здесь поставить галочку «Скрыть название поля». Вот, пожалуйста. Теперь переходим к настройке второго поля. Также рядом кликаем, делаем его обязательным к заполнению. Здесь вводим телефон, название поля «Телефон». Обязательно здесь надо вводить, чтобы оно правильно все создалось. Теперь в расширенные опции, здесь «Замещающийся текст» «Телефон». «Скрыть название поля». Все то же самое. Но мы сейчас сделаем такую крутую штуку. Мы сделаем подсказчика для ввода номера, то есть маску, по которой клиент может безошибочно ввести все свои данные. Для этого вниз спускаемся, есть маска вода. У вас под видео будет ссылка на инструкцию. Там будет маркировка, ее нужно скопировать оттуда и вставить в это поле. Вот я вставил эту маркировку. О чем она говорит? Первая цифра, значит, в первом отделении будет одна цифра, то есть восьмерка. В третьем, во втором отделении три цифры, допустим, 908. В следующем отделении еще три цифры. 175, допустим. Две цифры дальше идет, в следующем отделении 35 и 18. Ну то есть и больше клиент не сможет ничего ввести, никаких других цифр. Защита от некорректного ввода информации. Так, с настройкой полей мы закончили. Теперь переходим во вкладку «Настройки». Здесь есть три вкладки. Под вкладки «Общее уведомление» и «Настройка сообщений». Здесь можно задать какое-то название формы, но на нас остается все. Здесь все, что нужно сделать, это вот в этом поле «CSS класс» кнопки «Отправки формы» вставить специальный класс, с помощью которого мы потом стилизуем нашу форму. Поэтому я вставлю вот такой класс «Button», нижнее подчеркивание «Форма». Вы обязательно вставляете такой же класс. Это обязательно, в точности такой же класс вставляете. Далее уходим во вторую подкладку «Уведомления». Здесь нужно настроить письмо. То есть здесь нужно настроить внешний вид письма, который будет приходить к вам на почту с заявкой о консультации. Вот здесь в теме письма нужно вот это все удалить перед консультацией, задать название темы письма. Если вы хотите, чтобы ваше письмо приходило на другой email, нежели тот, который вы указывали при установке WordPress, то здесь вводите название этого email. А так, если вам нужен тот же email, то обязательно оставляйте вот этот. Так, здесь больше ничего не меняем. И вот настройки сообщения. Существует три варианта развития событий. При клике по кнопке «Отправить» в самой в этой форме, вы можете выводить сообщение вот с таким текстом или с любым другим текстом. Вы можете показывать какую-то страницу, перенаправлять на страницу сайта, либо перенаправлять вообще на любой адрес в сети, на любую страницу. Мы выберем сообщение, выделим этот текст, сделаем его жирным, отредактируем по центру. В конце мы поставим восклицательный знак и напишем, пусть останется так, да. Спасибо, что написали нам, мы скоро свяжемся с вами. Все остальное, все так и оставляем. Теперь сохраняем изменения и выходим из формы, кликнув по крестику, да. И теперь нам нужно создать вторую форму, но мы ее будем создавать не с нуля, а мы продублируем, скопируем имеющуюся. Для этого наводим на имеющуюся форму. Ну, видите, выходит такая экспресс-панель, где можете изменить эту форму, да, посмотри, как она будет выглядеть, удалить или продублировать. Нам нужно ее продублировать. Дублировать, окей. Вот, создалась вторая форма, опять наводим на нее и изменить. В название кликаем, назовем ее купить за клик. Так, здесь все остается и в поля переходим, вот поля, видите. Но нам нужно добавить одно поле. Строка текста. Заходим в его настройки. Здесь вводим. Значит, название «Введите». Название товара. И вот три точки. Копируем. Мы его будем делать необязательным заполнением. Расширены опции. Замещающийся текст. Также, да, скрываем название поля. И все. И теперь заходим обратно в настройки. Уведомление. Тема письма будет у нас купить за клик. Да. Сейчас. Купить за клик. Все остальное не меняем. И в сообщениях нужно написать. За ваш заказ. Мы скоро свяжемся с вами. Теперь сохраняем изменения. И закрываем форму. Сохранить. А, кстати, не сохранилось. Почему? Давайте сохраняем изменения. А, все, сохранилось и вышли мы, да. Смотрите, мы с вами создали две формы. Теперь нам нужно создать два всплывающих окна. и положить туда эти две формы. Продолжение следует...